Ребят, всем привет! С вами Андромалек. Сегодня у нас игры по Сонику. Как обещал, все игры покажу. Всего 12 игр я нашел, ой, не 12, 10. 10 игр я нашел в магазине. Большинство игр бесплатные, а те, что платные, я купил. Но они все бесплатные, просто там рекламу постоянно смотреть надо, и я заплатил деньги, чтобы не смотреть эту рекламу. Стоит удовольствие 2 доллара, а в рублях, наверное, 99 рублей будет стоить, что у вас российский магазин. Так, ну что же, будем бегать. Наш Соник, все просто, он может один раз прыгнуть и два раза прыгнуть, все. Или даже три раз, два, три. А, три раза умеет, ну он вообще молодец. Кстати, очень хорошая игра, на самом деле, расслабиться, знаете, вот устали глаза, или что-то делали, читали, запускайте эту игру и просто пробежитесь один раз. Здесь и музыка хорошая, и настроение, ничего сложного в этой игре нет. Но она быстрая, тут на реакцию, если вы медленно нажимаете, вы куда-нибудь упадете, сто процентов. Я стараюсь аккуратно сейчас, но она реально быстрая такая, потому что три раза можно прыгнуть, не два раза, как во всех играх, а три. В некоторых местах надо три, в некоторых два, в некоторых один раз, надо смотреть быстро. Но игра такая красочная, смотрите, как красиво все. Уровней довольно-таки много, я никогда ее не проходил. И, как я уже говорил в конце прошлого ролика, что к этой игре вышло обновление. И эту игру еще поддерживают, значит в нее еще люди играют и приносят денежки, так сказать. Потому что игры, которые уже забили, игроков нету, они, как правило, не обновляют их. Кстати, завтра выходит обновление для Mario Kart Tour. Теперь можно будет в таком вот режиме играть. Не вот как в телефон, не вот так вот, а вот в таком landscape. Я не знаю, как по-русски, в широком экране, широкий экран. Можно бегать и там карта будет круто смотреться, короче. Надо будет попробовать мне. Завтра выйдет обновление, с удовольствием поиграю. Потому что Mario Kart Tour офигенная игра, я уже говорил. Одна из самых моих любимых на телефоны, на планшетах. Потому что нормальных игр сейчас нету на телефонов, на планшетах. Все казуальные какие-то, с донатами. И поэтому нельзя сказать, что какая-то крутая игра есть. Вот раньше герои третьи были, можно было на планшете играть. Но Ubisoft почему-то их перестало поддерживать, героев, да. И все, их уже не скачать. То есть, если вы не купили в свое время, их уже не скачать. А я не покупал их. Мой друг купил, он может скачать с магазина. Но рано или поздно и это перестанет работать. Потому что игра устареет и ее не обновляют под новый iOS, который 14 выйдет. И она просто, наверное, не запустится скоро. Но вообще, я бы поиграл в героя King's 3. Я бы вообще вторые герои хотел бы, чтобы перенесли. Может быть, на андроиде уже что-то есть похожее. Но у меня просто iOS, так сказать. У меня есть андроид, но мне не нравится андроид. И мне не комфортно за ним. Мне больше душа лежит к iOS просто у меня. Я привык и все. У меня, по сути, никогда не было андроида. И поэтому, возможно, и в этом проблема. У меня когда был андроид, только планшеты. Телефон у меня был один раз. Какой-то Xiaomi, наверное, был у меня. И он, как бы... Я не знаю почему, он глючит начинал потом со временем. У него что-то там перестало работать. В общем, я даже не ронял ничего. Просто дома его использовал, как второй телефон. И... Я больше что-то не хочу андроид использовать. Это сам андроид неудобный. Мне не нравятся вот эти вот снизу свайпы. Когда-то назад вернуться. Еще куда-то вот это мне не нравятся системы. В IOS все просто. Назад и все. Кнопка назад. Все, по сути. Свайп снизу. Или кнопка. А у андроида ерунда какая-то. Зачем? Непонятно. Так, как здесь прыгать? Вот так что ли? Ага. Здесь какие уровни? Я до сих пор комментирую. И до сих пор не умер. А вот сейчас я умер, потому что я один раз лишний раз прыгнул. Но не умер, а потерял кольца, которые я так долго собирал. Все, финиш. Вот такая игра. Запоминайте, ребята. Sonic Runners называется. Вот так вот у нас пишется. Sonic Runners. Скачайте, бесплатная была раньше. Не знаю. Наверное, она бесплатная. Напишите, кто скачает. Какая она. Может быть, я ее покупал в свое время. Так, для следующей игры нам нужен интернет. Потому что это только по онлайну с другими игроками будем играть. Называется Sonic Forces. Она тоже офигенная игра. Но она уже надоела. И ее особо не обновляют. Ну и обновляют, но новые герои просто появляются особо. А геймплей ничего не меняется. Ну, то есть... Ее поддерживают, но она... Она уже надоела давно. Discard. Так, закрываем тут всякая ерунда. Так, сундуки тут тоже вот надо открывать. Очень система, как в Clash Royale напоминает. Так же сделано все. Кто играл Clash Royale, посмотрите, все то же самое. Здесь вот сундучки открываются. Вот это все очень похоже. Все взяли оттуда. Потому что в то время Clash Royale выходил. Супер популярный был. И тогда вот эта игра вышла. Полностью использовали все оттуда. Я сразу это сказал. Сразу это увидел. Всю систему перенесли. Ну, потому что Clash Royale супер популярная игра. Они хотели взять что-то супер популярное и использовать это. Так, ну что. Давайте вот за этого Соника. Slugger Sonic, который называется. За него и поиграем. Тут каждый месяц сбрасывается рейтинг до 4000. Слушай. Мой рекорд почти 5000 у меня был рейтинг. Но потом опять месяц закончился. И все сбросилось. Ну почти 5000. Можно и больше брать. 6, 7. Тут не так сложно, если честно. Тем более, когда ты играешь на большом iPad, планшете, как у меня. Да? Тебе легче. Потому что ты видишь больше. А на телефоне там, ну, меньше места и пальцы неудобно держать. Поэтому, как мне кажется, преимущество у тех, кто играет на большом экране. Но это только мое мнение. Может быть наоборот, на телефоне вы скажете, круче играть. Не знаю. Мне не нравится никогда. Не нравился маленький экран. Мне нравится большой. Поэтому со временем я и большой iPhone все купил. Макс. Который с большим экраном. И, в общем, доволен я. Доволен большим экраном. Хотя есть и побольше экраны на андроиде. Там вообще такие телефоны бывают. А с двумя экранами уже есть. Там все что угодно, короче, бывает. Ну что ж, я пока первый. Первый пока. Но в конце, как всегда, кто-нибудь меня подбивает. Это как бы стандартная ситуация. Меня часто подбивают. Ну что, может и выиграю? Или нет? Финиш уже близко. Опа! Выиграл. Выиграл. Вот, двенадцатый уровень. Это мой аккаунт. Уровень аккаунта. Это уровень персонажа. У меня всего второй. Но это типа сложный персонаж. Ну не сложный, а редкий. Его не так легко открыть. И не у всех он открыт. Это как бы надо было. Можно было как-то его открыть. Сейчас вроде его открыть уже нельзя. Там летние игры олимпийские были. Или еще что-то. В какой-то ивент можно было его открыть. Это еще прошлым летом, по-моему. С девятнадцатого года. Он у меня уже давно открыт. Но я не уверен, откуда он. По-моему, да. Оттуда. Или когда фильм выходил, этот Соник. В кинотеатрах тогда вот. Появился этот персонаж. Я не разбираюсь. Но не столь важно. Вот какой-то новый персонаж открывается. Надо шестьдесят карт открыть. Вот я только девять открыл. Представляете, сколько еще надо играть, чтобы его открыть. Это очень долго. И поэтому мне не нравится из-за этого игра. А когда она только выходила в Соник Форс, легко можно было персонажей открыть. Я всех персонажей открывал просто бесплатными сундуками. Каждый день заходил, эти два сундука открывал. И я все открыл вот так вот. Без доната. Я никогда не донатил в эту игру. Я донатил, может быть, только чтобы рекламы не было там. Что-то надо было купить. Любую покупку, чтобы реклама исчезла. Это что, мое? А это моя награда. Через 11 дней заканчивается июль. И дадут награду. Ну что ж, дальше следующая игра. Третья. Соник Дэш. Погнали играть. Sonic Dash Bad luck Кого-то не собрал И здесь какой-то глюк в этой игре случился Раньше какие-то персонажи За деньги покупались или еще что-то Я их донатил, покупал И вот каждый раз, когда захожу в игру, она пишет Вы открыли персонажа Вы открыли персонажа бесконечно Сейчас мы пробежимся опять Это такой глюк Я не знаю, что с этим делать Не особо бесит, но неприятно, что они его не исправили до сих пор Уже полгода у меня такое Заходишь и она пишет Вы открыли Наклса, вы открыли Блейс Или еще там кого-то А я их открыл уже, не знаю, 2-3 года назад Я не знаю, что случилось Почему она так пишет мне Просто они, по-моему, за деньги раньше были За реальные пару долларов стоили персонажи По-другому их нельзя было открыть Я тогда донатил и открывал их А потом они вроде их сделали обычными персонажами Что их можно и так открыть А когда кнопку я нажал Восстановить покупки своей Они восстановились И вот каждый раз как бы восстанавливаются Такой вот момент неприятный Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам Ой, ой, боссик. Босс, 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 босс. Ну что ж, сейчас мы встретимся с боссом. Хоп, хоп, хоп. Готово. ЗАС. Кто вам, кстати, больше нравится? Доктор Экман или ЗАС? Мне нравится Доктор Экман, конечно. Он более такой колоритный, запоминающийся. А ЗАС, я не знаю, он вообще с мультфильма или он с игры. Вот я играл на Nintendo Wii U, Mario, как-то там какая-то игра была. И там был ЗАС этот. Может быть, он оттуда пошел? А до этого не было этого персонажа вообще. Чисто для игры добавили. Мультфильмы я просто не смотрю у Соника, не знаю кто там. Может посмотреть, может быть, там крутые мультфильмы. Я знаю, что у Соника очень много фанатов, не знаю почему. Но как бы последние уже лет 10 нормальных игр по Сонику не выходило. Только одна вышла, это на Nintendo Switch. Ну, на всех консолях она вышла. Соник. Как она называлась там? Соник какая-то игра. Ретро, типа. Но она крутая. Я ее прошел даже. Я ее прошел, только я там специальные камни не собирал. Она уже под конец надоела. Я как бы быстрее прошел, но не полностью как бы, не на 100%. Блин, вот из-за этого, что рассказывал, вам не нажал. А вот Соник Лос Уорлд. Да-да-да-да-да. Вот название игры внизу было. Это вот эту игру я играл на Wii U. Это эксклюзив. Она только на Wii U вроде вышла. А на компе нету. И я ее два раза проходил. Но она такая прикольная, но иногда некоторые уровни душные бывают. Парочку. Ну, каких-то странных уровней. А в целом игра нормальная, она легкая. Она легкая. Уровней там не так много. Но я, честно, ничего не запомнил с этой игры особо. Что там было? Видимо, не так сильно мне понравилось. Ну что, давай воскреснем. Бесплатно. Еще пробежимся. У нас еще очень много Соник игр. Так что берите там что-нибудь вкусняшки какие-нибудь. Садитесь. Будем играть вместе. Вы кушайте, а я покажу вам. А потом можете сами скачать любые игры. С магазина поиграть. Как я, например, это делаю. Прикольно. Я когда в свое время у меня планшет появился или телефон. Тогда я вообще не смотрел никаких прохождений. Вообще не знал, во что играть. Я просто заходил в магазин и пытался найти какую-нибудь интересную игру. А сейчас вот прикольно, вот, например, я, да, поиграл. И вы сразу видите, какая игра вам нравится или нет. Ну, то есть вы не тратите время ни на что. Сейчас увидели, ага, Соник прикольная. Надо скачать, надо поиграть. Или я там что-нибудь интересное расскажу про игру. И вы поймете что-нибудь новое. Ну, упал так упал. Я не особо хотел прыгать. Мы уже и так переиграли в эту игру. У нас там, знаете, сколько еще игр? У нас еще 9 игр, по-моему, по Сонику сегодня в выпуске. Поэтому мне надо как-то побыстрее. Вот видите, опять открылись персонажи. О чем я вам говорю? Вот каждый раз Наклз и что там, кто там? А, Тейлз. Тейлз, вот. Давайте Соник Бум 2. Ну, Соник Дэш 2 называется. Не знаю, что там Соник Бум написан. Эта часть намного легче, вторая. Я тут... И, кстати, у меня было сохранение. У меня были все персонажи здесь открыты. У меня был уровень 25, наверное, по опыту вот здесь. Ну, короче, все было открыто. Как-то так. А сейчас, по-моему, надо за донат что-то там открывать. Я даже не знаю, как там их сейчас открывать. По-моему, кофиг. Мы просто побегаем. Здесь, кстати, у каждого способность есть своя. То есть тут персонажи на что-то влияют. То есть, например, у Эми у нее топор такой большой, молот. И, смотрите, сейчас покажу, как это работает. А я не помню, на самом деле, как это работает точно. Но, по-моему, у Соника у него подкат какой-то крутой. А есть Шадо. У меня был открыт Шадо. Он, короче, стреляет вперед. Когда делаете вот так, он всегда стреляет вперед. Это супер крутая способность была. То есть, можно было просто всех уничтожать сдалека. Не вот этих крабов, например. Ну, это у Шадо. Он, типа, самый дорогой персонаж здесь был. За донат или за эти... За красные кольца. Не помню. Но он самый крутой. А у Эми... Какая-то способность. Может быть, она не открытая сейчас. Просто уровень низкий. Или я что-то не то делаю. Она что-то с молотом своим могла, молотком бить. То ли когда на кого-то падает она. То ли когда что-то разбивает. Короче, больше очков получается, по-моему. Что-то такое. Ну, бесполезная фишка. Но тоже преимущество дает. Просто я забыл про Эми. Может, в меню там можно прочитать где-нибудь. Что она дает способности там. Ну что, двойной этап и побежали вперед. Здесь бывают повороты налево-направо. Если вы туда заходите, у вас все ваши кольца, которые вы собрали, сохраняются. То есть это как сохранение. И вы можете сменить персонажа на любого другого, которого вы выбрали до начала игры. Я выбрал там Соника и Эми. У меня больше нет персонажей. А когда их становится много, можно будет выбирать уже. Каких-то отказываться. По-моему, всего персонажей 5 в игре, если честно. Вот сейчас я потерял все кольца. У меня уже нет смысла сохранения идти. Я случайно вместо прыжка сделал подкат и потерял где-то 100 колец, наверное. Но это мелочи. Тут все равно кольца ни на что не тратится. То есть там только какие-то волосы покупаются. И все. То есть ты... А, ну и усиливаются всякие способности. По магнит дольше работает. Еще что-то. По-моему, там так действует это все. Но это ерунда полная. То есть ничего, по сути, на кольца не купить нельзя на обычные. Нового персонажа не купишь. Можно только апгрейдить. А апгрейды особо ничего не дают, поэтому это бесполезно, как я считаю. Ну что, сохранимся? Вот сюда заходим, смотрите. 56 колец я сохранил. Бонус на Х1. То есть надо каждый раз было сохраняться, скорее всего. А-а-а. Сейчас посмотрим. Подождите, смотрите, я прыгаю. А, я понял. Короче, у него способность, когда мы используем дэш, вот этот, смотрите, все польцы магнитятся к нам. Видите? Это фишка, по-моему, Соника. У Мэй Эми такого нету. Потому что там в меню было написано про это. Только что, когда я менял персонажа, была подсказочка. Поэтому, скорее всего, да. Скорее всего, так и есть. Попробую сейчас еще раз сохраниться и посмотреть другой персонажа. Ладно, давайте не будем, потому что, смотрю, времени уже мало. Ну, как бы уже 16 минут я записываю ролик. А еще, блин, игр очень много осталось. Поэтому давайте проверим эту игру. Скорее всего, она такая же тормознутая. Ее не обновили. Я не знаю. Это вот новый iPad у меня. У него новый процессор. Самый мощный на данный момент практически. Из всех планшетов и телефонов. Ну, это явно самый быстрый процессор для iOS. Это точно. На Android, может, там что-то вышло уже помощнее. Ну, я не уверен, конечно. Но, как бы, мне все равно на это. Ну, просто все равно для игр всего хватает сейчас. Но эта игра тормозит, скорее всего, из-за того, что здесь уже 6 ядер, по-моему, насколько я знаю. Я вот, кстати, не помню, на самом деле, сколько в этих iPad'ах новых ядер. Вроде 6, типа, 3 ядра быстрые, 3 медленные. Или все 6 крутые. Не знаю. Подскажите, кто разбирается. Может быть, из-за того, что игра раньше, ну, не было 6 ядер, да, и игры все делали по 4 ядра. Из-за этого тут такое часто бывает. Даже на компьютере, когда на Windows какие-то приложения не поддерживают режим многоядерный, они плохо идут. Ладно, нам это играть не интересно, конечно, с такими проблемами. Sonic CD будем играть. Интересно, он перевернется? Так, да, перевернулся. Sega. Не-не-не. А, да, все, все правильно говорят. Sega. Кто не знает, эти игры были на всяких старых консолях, типа Dainty, вот на таких вот начала... 90-е, короче, 90-е. А я здесь вроде покупал. Или нет? Давайте купим. Вот так все происходит. Подожди. А, у меня просто камера прикрыта. Все. Все. Купил игру за 2 доллара. Чтобы рекламы не было, для вас я это делаю. Для вас, чтобы не вырезать потом рекламу эту, или если я забуду, не вырежу. Так, что тут у нас? Какой-то новый мир. Я сюда дошел, но я не играл в этот мир. Даже не знаю, как он называется. В Сонике, знаете, что нравится? Мне. Вот я с Соникой почти не играл в старые. Мне нравится, что здесь музыка прикольная. И то, что тут очень она плавно идет. То есть, она прям сделана. Я не знаю, на старых консолях так же игра шла. А здесь босс уже... Ё-моё, босс. Так, так, так. Я боюсь просто что-то делать. А что делать-то? Ну, ясно. Надо было просто прыгать 3 раза на него, и все. Тут боссы как бы кажутся сложными, потому что не знаешь, что делать. А когда разбираешься, понимаешь, что тут, ну, суперлегко. А это что? Мне интересно, вот фанаты Соника, они... С какой у них возраст вообще? Это может быть им уже по 30, как кое-кому? Если вы понимаете, о чем я. Так, что у нас тут? Какие-то прикольные уровни какие. Но они такие загруженные, что ты не понимаешь, что вообще происходит. Там вообще какая-то девушка была. Эми, наверное, я так понимаю. У Соника вообще одна девушка? Это Эми? Или тут были какие-то в мультфильмах еще девушки? Ну, это Эми вообще. Она какая-то странная немножко просто. А куда нам идти надо вообще? Сюда? Специально шипы поставили или что? А, она нам открыла путь. Она открыла путь, но ее забрал металлический Соник. И мы будем ее спасать с полыгры, наверное, теперь. Я даже не знаю, что тут делать. Уровни очень странно нарисованы так. Врагов вроде и нету. Так, мы телепортировались куда-то. В какой-то секретный мир, что ли? Так. Так, где мы вообще? Это казино какое-то или что тут? В какую сторону не могу понять. То вправо, то влево. Вроде вправо всегда надо бежать. Мы просто на полуровня начали. В середине. А как вообще перепрыгивать здесь надо? Я вот не могу понять. Упс, повезло мне. Но, честно говоря, в 2020 году в это играть не особо интересно. Ну, как бы, по приколу один раз сыграть. Но... Быстро надоедает. Просто быстро надоедает. Ладно. Я не могу уже в это играть. Погнали. Sonic 1 называется следующая игра. Сейчас в меню посмотрим. Я ее купил тоже. В конце все игры по 2 доллара я отдал. То есть там 5 игр, я так понимаю. 10 долларов я отдал. Чтобы не было никакой рекламы. Ну и поддержать разработчиков. Sega-то зарабатывает только на Сонике, по сути. У нее нету там каких-то суперкрутых игр, кроме Соника сейчас. То есть они на старых играх зарабатывают. В том числе на этой. Time Attack есть тут. Достижения. Sega Design. Это что, магазин что ли? Подождите. Ну, типа, почитать про игру или что? Блин, как тут неудобное переключение сделали. А, ясно. Это, типа, открываются магазины в интернете. Что-то такое. Мне неинтересно это. Can you make... Подождите, я же заплатил за эту игру. Что за реклама появилась? Извините, пожалуйста. Я что-то не понял. Или я за это не платил игру? Откуда тут реклама-то вообще? Я же вроде платил. Ну и что я должен делать? Я реально за эту игру заплатил. Что за бред полный? За что я платил 2 доллара? Они мне рекламу еще дают. Что, офигели вообще? Я сейчас напишу в поддержку. Пусть деньги возвращают за такое. Что это такое вообще? Или это, типа, игра еще не началась? Вот сейчас только игра начинается. И здесь уже нет рекламы. Наверное, в этом фишка была. Там всегда есть реклама. А вот в самой игре не будет. Я, типа, за это только заплатил. Ладно. Так, прыжок. И управление. А как наверх запрыгнуть? А, легко. Он довольно-таки высоко прыгает. Мы бессмертные, насколько я знаю. Вот эта вот фишка, это бессмертие. Плюс мы, наверное, быстрее бегаем. Но я не уверен. По ощущениям, вроде, быстрее он идет. Как вам вообще, Соники? Нравятся вообще игры такие вот? Или слишком сложные уже в 2020 году в это играть? После всяких фри-то-плейных игр? Все-таки сложно. Что думаете, ребята? Пишите в комментах. Я считаю, что все-таки устарели игры. А, тут нельзя было падать даже. Пропасть была. Поставили бы какой-то знак. То есть, получается, я играю, играю, играю. А потом в какое-то место прыгаю. А там пропасть. Я не знал это. И все. И все заново. Такие вот раньше игры были. Но они сложные. Давайте второй Соник. Вот здесь я тоже заплатил. Если сейчас снова реклама будет, получается, в меню всегда реклама есть. А дальше игра запускается чуть позже. Ну, сейчас посмотрим. Посмотрим. Просто она вначале мне предлагала заплатить, либо играть с рекламой. А я с этой вообще ничего не предлагаю. Просто заставка, смотрите. Мы открываем, типа, картридж такой. Вот, типа, такие картриджи были. Ну, вот, типа, реклама, но она фиговая. Она вот такая вот. Закрыл и все, и забыл про нее. А там была такая реклама, что 30 секунд надо смотреть, по-моему. Можно за всех играть? Давайте за Тейлса. Я вообще всегда за Соника играл везде. Редко за кого-то другого. А уровни у него другие или что? Так, ну вот он. Уровни такие же будут или что? Эмеральд Хилл. Наверное, такие же. А что, он умеет летать, да? Нифига себе, как он летает. Так можно куда угодно улететь. Только единственное, надо хотя бы одно колечко собрать. Чтобы меня не убивали за раз. А, он просто когда летит, он никому урон не наносит. Он беззащитный становится. Ой, как-то там шипы так стояли. Как их надо было перепрыгивать? Ай-яй-яй-яй-яй. Иногда лучше вообще не прыгать. Вы что, полетели? А можно просто вверх лететь? Вот тупо вверх. Ну да, можно куда угодно улететь, я смотрю. И умереть. Ладно, идем дальше. У нас есть еще Соник 4, эпизод 4. И еще какой-то там. Уже перенесли всех бы Соников. Мне кажется, Соников так много, что можно прям все перенести на iPad. Потому что, ну, у iPad уже мощные плашеты. Любые игры эти потянут. Просто, наверное, эти игры легко переносить. А большую игру 3D какую-нибудь... Так не получится быстро перенести там какие-нибудь артефакты, глюки будут. Ты что это? Заставка какая-то была, но она не прогрузилась, короче. Мы тут с Тейлсом, кстати. Он иногда помогает лететь куда-то. Запрыгивать. Здесь графика хорошая, но неудобная, если честно. Я уже это делал, проходил эту фигню. А как тут надо? Вот этой кнопкой, может? Просто управление неудобное. Она поднимется назад или нет? Нельзя было прыгать. Тут вообще лучше не прыгать просто так. Вот ты бежишь, если не надо, то лучше не прыгать. Просто бежишь и все. В этом кайф игры. Все, помог мне запрыгнуть Тейлс. Интересно, какая способность у Эми, если бы у нас Эми в команде была. Что бы она нам делала вообще? Какая у нее способность? Так, абсурдно. Ой, тут сохранение я пропустил. Блин, сохранение не взял. Он, наверное, еще сдохнул. Вот. Теперь нормально. Так, здесь, значит, как мы делаем? Вот так. Я научился! Надо нажать вниз, прокрутить, и все четко. Получается. Ладно, давайте последнюю смотреть, вот эту. Тут он, наверное, один будет, Соник, без напарников. Это самая красивая игра, я так смотрю, по графике. Меню. Может, я ошибаюсь, давайте посмотрим, какая графика в игре. Нет, это какая-то она вообще пиксельная. Но это загрузка, тут не факт, что игра такая. Ну, блин, ну, меню красиво выглядело, но это меню такое современное сделано. В игре такого не было, меню, я уверен. Игра только... А, нет, это меню игры, прикиньте. Не, ну, игра хорошая, но графика нормальная такая. Это, наверное, одна из последних, которые выходили, такие игры старенькие. Не в 3D, когда уже Соник пошел. Хотя в Сонике в 3D мне нравились. В Соник Generations я играл, мне понравился. Потом играл я в Соник Unleashed, тоже понравился. Он суперсложный, он глючный. Но когда я его прошел, мне он понравился. Когда ты вот это все поиграешь. Там прикольная история, много катсцен. Многим это не нравится. Потому что игра глючная. Неинтересно играть во многих местах. Там, жизни надо фармить. Постоянно умираешь. И это напрягает. Но мне понравилось. Хотя я сам там матерился и проклинал все на свете, когда играл. Я, наверное, 3 или 4 дня сидел и играл в Соник Unleashed. Пока все не прошел. Там просто некоторые уровни, чтобы надо было открыть. Нужно было собирать что-то дополнительное и возвращаться на старый уровень. Вот это меньше всего я люблю, если честно, вообще в играх. Когда ты уже назад старый уровень возвращаешься и перепроходишь, чтобы там что-то, ну, открыть. Дополнительные ключи или там еще что-то собрать. Мне это не очень нравится. Мне это нравится. Прошел уровень все и забыл про нее. А там надо было возвращаться, смотреть YouTube, где там секретные эти... Я не помню, что там мы собирали. Там Солнце, по-моему, и Луну надо было собирать. Вот я смотрел, где Солнце, где Луна. Там были ночные уровни, были эти солнечные, дневные уровни. И там надо было собирать постоянно и постоянно. Но я, в конце концов, игру прошел. Да, я там какие-то секретные уровни, может, не открыл, еще что-то. Но игра была пройдена, катсцена была пофинальная увидена. Короче, все там поберились, титры пошли. И я игру пошел. Блин, это игра... После Соников засыпаю, ребят. Сори, конечно, под конец. Прям вообще прям... Еле-еле держусь. Вот, кстати, прикольные игры еще на следующий выпуск. Я тоже с топ... Там топ-50 самых скачиваемых игр для iPad. В магазин зашел, посмотрел, скачал. Поэтому игры сейчас в топе. Все сейчас в это играют. И в следующем выпуске я это вам все покажу. Приходите, не стесняйтесь. А так, надеюсь, вам все понравилось. Не болейте. Гуляйте пока хорошая погода. Служитесь родителей. Все у вас будет хорошо. До новых встреч. С вами был Андромалик. Спасибо за лайки. Спасибо за поддержку. До новых встреч. Пока.